Любовь и забота родителей – пожалуй, самое главное, в чем нуждаются такие малютки. Однако их мама и папа решили иначе. Сейчас в детском специализированном доме ребенка воспитываются более ста малышей. У большинства из них проблемы со здоровьем. Здесь выхаживают самых маленьких – до трех лет. В преддверии Дня защиты детей к малышам приехали гости. Студенты – члены общественных организаций, участницы шоу «Ивановская красавица». Самые маленькие гуляют пока только в коляске. Такие маленькие, нам дали очень маленьких детей. Ну, не знаю, конечно, у нас есть такое материнское чувство, забота, защита какой-то. И, конечно, хочется сразу своих детишечек. Гости приехали с необычными подарками. Для малышей они высадят фруктовый ягодный сад. Радовать такой сюрприз будет и нынешних, и новых воспитанников еще долгие годы. Для того, чтобы каждый год весной ребята могли выходить на свои маленькие приусадебные участки, и так же, как и все остальные дети, приезжая к бабушке или на дачу, поесть мородины, клубники, вишенки и так далее, жимолость, малина – это те ягоды, которые у нас у каждого были в детстве. А в госучреждении содержать такие сады и сажать такие сады почему-то не принято. В Иванове теперь принято. Инициативу высадить сад для малышей высказал детский общественный совет приуполномоченном по правам ребенка. Поддержали все, кто могли. Приехали студенты сельхозакадемии. Первонаперво занялись клумбой. Посадили летники бархатцы и цинерарию. Зацветут они в конце июня, может даже раньше. От сельхозакадемии у нас приехало пять человек. Теперь студенты сельхозакадемии будут навещать малышей чаще. Дело в том, что ВУЗ подписал соглашение с домом ребенка. За молодым садом будут ухаживать студенты. Здесь у ребят будут проходить практические занятия по ботанике. А в перерывах они смогут пообщаться с маленькими жителями учреждения. И может быть, это будут самые судьбоносные уроки в их жизни. О том, как важно любить и никогда не оставлять своих детей.